А сейчас, Скайуокер, ты умрешь. Не-е-ет. Не-е-ет. В финале «Возвращение джедая» Дарт Вейдер, спасая своего сына от мучительной смерти, сбрасывает императора в шахту, ведущую к реактору Звезды Смерти. И тем самым исполняет древнее пророчество об избранном. Но что тогда на самом деле происходило внутри Темного Лорда? О чем он думал перед тем, как убить Палпатина? Разобраться в этом нам помогут сразу две замечательные книги. Это «Новелизация возвращения джедая Джеймса Кана» и «Взлеты падения Дарта Вейдера» Райдера Уиндема. Наша сегодняшняя история начинается во время поединка отца и сына на Звезде Смерти, когда Темный Лорд искал Люка в переплетах металлических конструкций Тронного Зала. «Ты не можешь прятаться вечно, Люк». «Я не буду с тобой сражаться». «Странно. Мальчика явно не одолевает безумное желание победить или отомстить за прошлое поражение». И снова к Повелителю Тьмы пришло видение Бесконечного Поля Песка и грустная женщина, провожающая взглядом маленького мальчика. «Ты должен принять темную сторону. Только так ты сможешь спасти своих друзей. Да, твои мысли выдают тебя. Твои чувства к ним очень сильны. Особенно к сестре». Повелитель Тьмы всмотрелся в силу. Он почувствовал, как замерло сердце мальчишки. Это знание, словно дыхание, причиняло почти физическую боль. «Значит, у тебя есть родная сестра. Твои чувства выдали теперь и ее. Оби-Ван мудро поступил, что спрятал ее от меня. Теперь его поражение окончательно. Если ты не перейдешь на темную сторону, тогда, возможно, она перейдет». «Нет!» Мальчишка свизгом бросился на Вейдера, яростно оттеснив его. Искры летят в стороны. Убогость форм полета меча с лихвой компенсируется блестящим чувством силы. Ненависть переполняет люка, заставляя темного лорда отступить к мосткам, переброшенным через шахту. И вдруг Вейдер с изумлением понимает, что больше не принадлежит темной стороне. И что уже с некоторым отстранением он видит две темные фигуры на той стороне силы. Император и сын. И тогда Ситх понял, что юного дурака нужно спасать. Темный лорд сделал шаг назад, провоцируя защитника сестры на протяженную атаку, и под нападением юного Скайуокера просел, опускаясь на колено. А когда он вскинул меч, чтобы отразить удар, клинок люка разрубил ему запястье. Искры, запах горелого металла. Клинок Вейдера упал на пол. Люк подскочил к поверженному повелителю тьмы и упер меч ему в горло. Дарт Вейдер ощутил, как болезненно встряхивает всю систему его доспехов. Воздух, словно расплавленный свинец, хлынул в обрубок легких. Император поднялся с трона. Хорошо. И, спустившись по лестнице, встал напротив люка. Недови сделала тебя могучим. Теперь исполни предначертанное. Останься со мной вместо своего отца. Значит, так это все закончится. Никогда. Я не перейду на темную сторону. Вы проиграли. Я джедай. Такой же, каким был мой отец. Ты пожалеешь, джедай. Если не будешь со мной, ты будешь уничтожен. Все еще лежа у ограждения мостика шахты, Вейдер наблюдал, как император протянул свои крючковатые пальцы и высвободил потоки яркой голубой молнии. Она ударила в люка, который попытался отразить потрескивающую энергию, но был сбит с ног и упал на пол. Нет. Только не так. Пока император продолжал ударять люка ситхской молнией, Вейдер боролся, чтобы встать. Одна нога была сломана, а другая не работала должным образом. Двигаясь неуклюже, он все же переместил свое тело, встав позади своего учителя. На полу люк корчился в агонии и был на грани смерти. Отец, прошу! Вейдер наблюдал, как люк скрутился в позе эмбриона, когда император направил еще большую волну молний к своей жертве. Вейдер не сомневался, что люк был при смерти. Его сын закричал. Не только мой сын. Император высвободил следующий поток молний. И сын Падме. Но мой сын, который любит меня. А сейчас, Скайуокер, ты умрешь. Одежда люка начала дымиться, а его тело непроизвольно дергалось. Внезапно Вейдер осознал, что его больше не заботит собственное будущее. Несмотря на все ужасные, чудовищные вещи, которые он сделал в своей жизни, он понял, что не может позволить императору убить люка. И в этот момент он не был больше Дартом Вейдером. Он был Энакином Скайуокером. Нет! Это потребовало от него всех оставшихся сил, чтобы схватить императора и оторвать его от земли. Палпатин продолжал испускать заряды молний, но они сменили направление и образовали дугу, ударяя вниз по его восставшему ученику. Молния прошла сквозь костюм жизнеобеспечения Вейдера и электризовала остатки органов Энакина. Но он, пошатываясь, направился вперед и смог бросить императора в шахту. Палпатин кричал, пока его тело летело вниз. Все еще скованный внутри доспеха Вейдера, Энакин услышал взрыв темной энергии, которую испустил падающий император. Слыша собственное дыхание, этот неприятный скрежет, Энакин знал, что респиратор шлема сломан. Вдруг он почувствовал, как его взяли за плечи и понял, что люк подполз к нему, вытягивая его прочь от края пропасти. Где-то глубоко внизу билось ослепительно-голубое пламя. Понравилась история? Тогда поддержите нас, просто нажав кнопку палец вверх. Это действительно помогает каналу расти. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, оставляйте нам свои комментарии. Мы их с удовольствием читаем. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok